Продолжение следует... Мы с Юрием Николаевичем совместно тут вам подготовили. Это первое. Второе, я хотел сказать, что вебинар этот, он проходит в рамках той подготовки, которая проводится к старту курса «Школа проектного мышления». Старт планируется с 1 февраля. Старт группы тех, кто записался и запишется на этот курс. И здесь приводится ссылка на курс, как можно записаться и по стоимости курса. Юрий Николаевич скажет, что в Рождество была скидка, а сейчас она стала чуть побольше. Но это не настолько существенно. Это первое. Это второе обстоятельство. И последнее обстоятельство заключается в том, что после прошлого вебинара, который я проводил 5 числа, он тоже был посвящен проектам и мышлению. И осталось какое-то такое... Я хотел, когда готовился к вебинару, я хотел, чтобы он был посвящен больше каким-то живым историям, разборам ситуаций. Но так получилось, что заинтересовали всех методические вопросы и практически весь вебинар ушел в эти методические вопросы. И та часть, которая должна была быть посвящена проектным историям, она осталась незаконченной, незавершенной. И поэтому у меня появилось такое желание завершить то, что было не сделано, но больше внимания уделить проектной практике, каким-то живыми историями, разбору ситуаций. Поэтому вот, собственно, родилась идея создать этот вебинар. Теперь, когда я готовился к этому вебинару, я сначала хотел просто читать истории, но потом у меня появилась идея лучше. Я решил сделать вебинар в форме классического занятия по кейсу, но средствами онлайн-технологии. По крайней мере, у меня есть практика работы с кейсами, но нет, не было практики работы с кейсами в онлайн-режиме. И поэтому с вашей помощью мы проведем сегодня замечательный эксперимент на тему того, каким образом. Да, здесь у меня поступил вопрос, можно ли пару слов о методике для тех, кто не был на вашем предыдущем вебинаре на этой теме. Да, давайте я вам расскажу в двух словах. Смысл заключается в том, что сам курс школы проектного мышления, он больше ориентирован, во-первых, на методологию проектного мышления, чем на конкретные средства какие-то, на программы типа Microsoft Project или других средств. Вторая особенность, что там используется компетентно-ориентированный подход. Я называю компетентно-ориентированным его в силу того, что там заложены некоторые особенности, которые направлены на формирование тех или иных компетенций. И в принципе там есть возможность оценивать эти компетенции, но она является для данного курса избыточной. Плюс к этому курс построен методически так, чтобы учитывалась нагрузка, связанная с мотивацией, потому что наибольшая нагрузка происходит где-то на первой-третьей курса, когда у человека еще сильна мотивация, а потом она ослабеет. Поэтому там все это подобрано, чтобы нагрузка была выстроена в соответствии с мотивацией. Вот вкратце, если то, это основные особенности. Можно более подробно на вебинаре посмотреть или сами приходите, испытайте на себе с 1 февраля все эти методические особенности, которые там будут. Так вот, теперь возвращаясь к этому вебинару, я уже сказал, что решил его сделать в форме кейса, но с помощью средств, таких онлайн технологий, поскольку это такая интересная практика. И я надеюсь, что мы с вашей помощью сейчас этим не займемся. Но еще хочу сказать последнее, что слово кейс и кейс стадий, это опять же последнее приобретение, последнее в нашем языке, последнее новообразование. На самом деле все эти кейсы известны в советской педагогике где-то с 70-х, 80-х годов. И на этом метод назывался метод конкретных ситуаций. Метод конкретных ситуаций, я просто заглавил вебинар проектные истории, скажем, а не метод конкретных ситуаций, потому что звучит проще. Хотя официальное правильное название не кейс, не кейс стадии, а метод конкретных ситуаций. Вопрос такой, презентацию вы выложите в окошках ресурсов вебинарного окна? Да, конечно, мы выкладываем все презентации в свободный доступ, они все будут доступны после этого в записи. Презентация моя, если вы имеете в виду данного курса, то там ничего сверхъестественного нет, она очень простая, потому что здесь много остается на работу в виде сценария. И сами, собственно, кейсы, их содержание даже было доступно в рассылке, которую Юрий Николаевич подготовил и отправлял вам. Там, в принципе, как раз приводилось три кейса. Кстати, все эти три кейса, я хочу сказать источник информации, откуда они взялись. Все эти три кейса, они взяты как раз из моего курса «Школа проектного мышления», который проходят студенты, и они описывают свои реальные жизненные ситуации, свои проблемы, как это у них происходит. И там достаточно интересно даже смотреть статистически те проблемы, которые волнуют бакалавров, чем они отличаются от тех проблем, которые волнуют магистров. Магистры – это уже, в принципе, взрослые люди, которые работают, и немножко их другие проблемы волнуют. Но сравнивать не входило в задачу данного вебинара, какой-то делать анализ этих кейсов. Мы сейчас с вами просто познакомимся и перейдем к конкретному анализу. Первый кейс или первая конкретная ситуация, я ее сейчас зачитаю. Вот что пишет моя студентка. Можно с уверенностью сказать, что за период обучения в нашем ВУЗе у всех рождаются удачные, либо не очень удачные проекты, а порой и провальные. И связано это со множеством факторов и обстоятельств. Это могут быть личные переживания студента, личные проблемы, отношения с преподавателем и отношения к тому или иному преподавателю. Самым худшим проектом лично для меня стал индивидуальный жилой дом. Целью данного проекта было изучить основы проектирования индивидуального жилья, их особенности и применить знания на практике. Чтобы разжечь студенток интерес к проекту, преподаватель предложила составить образ заказчика. Лично я попросила в этой роли выступить своего знакомого, чтобы попытаться максимально выполнить в проекте его требования. Так заинтересованными лицами выступили мой заказчик, я как проектировщик и преподаватели. Требования у заказчика оказались очень интересными. Он хотел получить проект абсолютно автономного дома необычной формы, а точнее круглой. Конечно, как исполнителю для меня стало важным учесть все пожелания, и я с большим интересом стал изучать, что же такое автономное жилье и как это применить в необычной форме. Нужно отметить, что на этом проекте вся наша группа работала с энтузиазмом, и многие в итоге сделали очень красивые и интересные проекты. Но, увы, в моем случае так не вышло. Когда начались первые консультации с преподавателем, начались и первые проблемы. Я считаю это неправильным, когда преподаватель начинает отметать идеи студента и навязывать что-то свое. Пусть мое решение в чем-то и неправильное, но зато оно мое. Тем более, что это учебный проект второго курса, и можно дать свободу студенту. После неудачных консультаций настрой и интерес к проекту пропал. Преподавателю откровенно все не нравилось, и постоянно приходилось переделывать. В итоге на это ушло очень много времени, и к моменту сдачи, под влиянием негативных эмоций, пришлось отказаться от своей идеи и приставить на сдачу обычный квадратный дом. Оценили проект хорошо, ошибок очевидных не было, все правильно и по-книжному. Но идеи не было. И уже сейчас я с уверенностью могу сказать, что так делать нельзя. Хотя идею нужно довести от начала и до конца, пусть в нее и веришь только ты один. С задачами преподавателя я справилась, а вот с задачами своего заказчика, к сожалению, нет. Вот такая вот у нас конкретная ситуация, такой вот кейс. Теперь давайте с вами сделаем следующее. Мы должны с вами разобрать эту ситуацию с двух сторон. С двух сторон, то есть точка зрения студента нам известна, точка зрения преподавателя неизвестна. Поэтому давайте разделимся на три команды. Поставьте нолик, те, кто не будет ни за кого, не хочет участвовать в этом обсуждении ни с какой стороны. Единичку, те, кто за преподавателя, будет эту ситуацию обыгрывать. И двоечку, те, кто будет за студента. Давайте голосуем. Объявите еще раз номер. Ноль, это ни за кого. Единичка это преподавателя, двоечка студент. Так, отлично, все проголосовали. Все. Вячеслав Александрович выбрал единичку. Хорошо. Теперь, мы с вами эту историю услышали со стороны студента. Но мы эту историю не услышали со стороны преподавателя. Поэтому давайте с вами реконструируем точку зрения преподавателя. Как он в этой ситуации, вероятнее всего, по нашему общему мнению, может себя... Почему он как себя повел, какие у него мотивы. В принципе, я могу начать какую-то реконструкцию взглядов преподавателя. Ну, и мы будем ее проводить до тех пор, пока все, кто играет за преподавателя, с ней не согласятся. Значит, я думаю, что преподаватель... Не то, что думаю, я сам знаю, что преподаватель человек связанный. Связанный учебными планами, ограничениями и так далее. И, скорее всего, у него есть налаженная методичка, в которой написано, как проектировать дом. Написано, как делать расчеты. И, скорее всего, он может быть даже и не против, чтобы студенты что-то предлагали новое. Но он придерживается такой точки зрения, ты сначала изучи стандартное, а потом предлагай что-то новое. Ну, вот это моя личная гипотеза. Давайте, вот примерно, исходя из этого, кто играет за преподавателей, давайте проголосуем. Если вы согласны с моей трактовкой, ставите плюсик. Если нет, то пишите сообщение, и мы обсуждаем. То есть, почему преподаватель так себя ведет. Ну, да, отлично. Я рад, что со мной соглашается команда преподавателей. Ну, хочу сказать еще, что я такой немножко, конечно, идеалистический образ преподавателя предложил, когда сказал, что он, скорее всего, еще бы и не против был этого. Но считает, что надо изменить. Конечно, на практике далеко не всегда бывает так, потому что на практике реальный преподаватель просто бывает, что и не хочет ничего нового слышать. Ну, так, вот сказали, что, возможно, сразу увидел некоторые неразрешимые проблемы, но студентка не услышала эти доводы. Вот это вот интересная мысль. Давайте кто-то из... В принципе, это действительно возможно, это действительно такая вполне вероятная проблема. Давайте из команды преподавателей кто-то может, будет поддерживать эту мысль или нет. В принципе, эта мысль мне нравится. Давайте, преподаватели, как вы к ней отнесетесь. То есть он не просто сказал, что надо двигаться методически и гидактически последовательно, но он, как человек опытный, знает, что уже там будут проблемы, про которые студент еще и не знает. Кто может эту мысль поддержать, тот ставит плюсик. Так, поддержала три человека, четыре, два, о, замечание, второй курс изучил опыт, опыт, на дипломе покажешь знания. Ну, давайте, да, мы эту мысль мы тоже тогда запомним и обсудим. Так, в общем, преподаватели, как я понимаю, все согласились с такой трактовкой, с такими мотивами поведения преподавателя. Хорошо, мы выработали, то есть мы послушали одну точку зрения, мы послушали точку зрения студента. После этого мы с вами реконструировали, восстановили вторую точку зрения, точку зрения преподавателя. Теперь давайте мы с вами обсудим следующий момент. Когда мы поняли, в чем противоречие двух точек зрения, в чем противоречие, чего хочет студент, чего хочет преподаватель, давайте попробуем сформулировать теперь реальную проблему. Проблему, которая лежит в основе этого кейса. Я попытаюсь ее тоже сформулировать, эту проблему, как я ее вижу. Ну, а вы, соответственно, уже не только преподаватели, но и студенты, и те, кто не присоединился, тоже могут высказать свое мнение по этому вопросу. Я представляю себе эту проблему действительно с точки зрения студента. Представляю проблему таким образом, что на ранних курсах очень трудно включить в процесс обучения что-то новое и нестандартное. И совершенно правильно здесь говорится, вот замечание от Надежды Петровны, изучи опытный диплом и покажешь знания. А студенту этого не хочется. Ему, он, так сказать, окрылен успехами, к нему пришел реальный заказчик, да, то есть он делает свой первый проект, к нему пришел реальный заказчик, предложил ему интересную идею, и студент, он этой идеей увлечен и окрылен. И поэтому получается, что эта идея не встраивается в учебный процесс, в том виде, в котором этот учебный процесс построен. То есть там есть какие-то в учебном процессе у нас методички, там расписано, что он должен знать, к какому курсу, по каким методичкам, какие представить проекты и все остальное расписано. А любое нестандартное решение, оно не вкладывается в данную ситуацию учебную. Поэтому кто вот с такой реконструкцией, с этой точки зрения согласен, тех тоже прошу проголосовать. Так, голосование пошло. Давайте поактивней, поактивней. А что значит студент плюс? А, это в этом имени студента, понятно. Понятно. Надо уточнить к кому вопрос, преподавателям или к студентам? Это консервный вопрос. Мы сейчас формулируем основную коллизию, основной конфликт, который лежит в основе вот этой конкретной ситуации. Так. Нет четких критериев того, что соответствует ожиданиям преподавателя. А что-то нет. Это проблема критериев, не договорились на старте. Ну почему же? Студентка же пишет, что она в конце концов сломалась и в качестве проекта представила обычный прямоугольный дом. Поэтому критерии-то были, они может быть не явно подразумевались. Ну все считали, что кому в голову придет, какому нормальному человеку придет в голову проектировать дом круглый, если все проектируют квадратное. Но это примерно как сделать рулевое колесо автомобиля квадратным, если все его делают круглым. К сожалению, могу предположить, что преподаватель может сам недостаточно компетентен или ленив, чтобы решать нестандартную задачу. Ну такое, конечно, тоже может быть. Но мы с вами будем, преподаватель, мы будем презумпцию невиновности такую соблюдать по отношению к преподавателям. И считать, что все-таки преподаватель, он, так сказать, человек высокогубанный, который старается пойти во всем навстречу студентам. Студентка предложила такое, что реализовать за отведенный срок не успеет. И то, что курсовая не будет сдана. Ну, наверное, это ее проблемы все-таки. Задача была бы в том, чтобы поддержать эту студентку. А она же прекрасно понимает, что раз у нее нестандартное решение, то ей придется больше работать за то же самое время. Поэтому тут не знаю, что можно ли с этим согласиться. Хорошо. Теперь, когда мы с вами пришли к какому-то мнению, нет индивидуального подхода в образовании, абсолютно согласен. Особенно в массовом образовании. Да даже, наверное, и до аспирантуры тоже. Сейчас уже и в аспирантуре нет. Дарья Николаевич. Александр Николаевич, у меня вопрос к вам как к автору. Я так понял, не все коллеги прочитали приложение, которое было по вебинару. Но я сам, как бывший заведующий кафедрой теории и практики дизайна, знаю такую практику. Заказчик, который формулирует, что он хочет круглый дом, он всегда прав. Согласны? Если он устно или письменно в техническом задании на проект хочет круглый дом, это должен быть только круглый дом у проектировщика. Но я не пойму, заказчик он есть в этом тексте или его нет. Получается преподаватель игнорирует классику, игнорирует пожелания заказчика. Это первая основа оказания выполнения всех работ под требования заказчика. На каком основании преподаватель вдруг отменил требования заказчика? То ли его не было, то ли преподаватель не знает этой классики? Юрий Николаевич, из текста, в тексте там написано, что преподаватель сам эту ситуацию спровоцировал. Он предложил создать портрет заказчика, и студентка пошла к своему знакомому. И тот ей такую неделю предложил. То есть он с одной стороны спровоцировал, рассчитывая, что получит совсем другую реакцию. А когда реакция пришла не та, на которую он рассчитывал, он стал как-то там эту ситуацию менять. Вот так вот. Хорошо, преподаватель сам нарушил свои собственные исходные правила игры. Я так понял. Да, он не понимал, что так будет. Если он начал идти на эту игру, что заказчик может выбрать любой вариант, что ему хочется, то он должен был и дальше выполнять, или как-то обыграть, например, мягко пояснить, что в наших условиях, по условиям нашей игры, круглый дом мы не можем сделать, потому что мы еще не знаем, как делать вот эти все расчеты. Ну, что-то в таком плане. А второй вопрос. Заказчик был реальный или условный? Заказчик был реальный. Там в тексте опять написано, что это был ее реальный знакомый, который к ней пришел как к архитектору профессиональному и сказал, вот давай мне сделай. Значит, не игровой, а реальный заказчик. Как же преподаватель классику проектирования, скажите, мог? Я не понимаю, как он мог нарушить классику проектирования? Ну, вот мы будем обсуждать, что такое проектное мышление. Сейчас как раз его и демонстрируете. Ну, если немножко так вперед не забегать, да, давайте я хочу, хотел бы, чтобы те, кто присутствует, может быть, сказали какие-то свои варианты выхода из этой ситуации. Какие у них есть предложения? Пишите. Я прошу уточнить, как быть преподавателю, если он разрешил свободу формулировки исходного задания на проект, а потом в ходе уже реализации, разработки проекта, он вдруг эти условия должен поменять. Там выучит вопрос? Да, конечно. Как ему выкрутиться? Так, вот вариант переключить на научную работу, но не отвергать. Отстаивать свое решение или поменять преподавателя? Ну, преподавателя так просто не поменяешь в наших условиях. Я, например, не знаю таких прецедентов. Менять преподавателя. Так, еще у кого какие мнения есть? Преподавателю необходимо было обозначить ограничения. Ну, понимаете, мы же реальные люди, да? И он просто не предполагал, что ему придет такая реакция. Надо до конца отвечать за свои слова. Или предложить сделать по шаблону, а вольный вариант отправить хотя бы на внутренний конкурс. Показать на примере. Да, вот так. Кто ответит за прочность дома и эргономичность? Надо знать правила и ГОСТы. Преподаватель не должен был ставить задачи. Любая идея найдет решение. Преподаватель должен был пояснить, в чем проблема в строительстве круглого дома. И, соответственно, видимо, повернуть ситуацию. Творчески самому отнестись к задаче и попробовать найти нестандартное решение. Показать на примере, что жизнь всегда может внести свои коррективы. Новый кейс вместе проектировать. Взять в помощники знающего специалиста. Это преподаватель должен был. Ну, ладно. Еще какие мнения есть? Это от имени студента вы говорите, да? Что преподаватель должен был взять в помощники знающего специалиста. Ну, хорошо. Все, я так понимаю, мнения закончились, да? Никто больше не хочет написать. Тут прозвучало среди разных мнений. Я хочу к тем мнениям, которые прозвучали, предложить свою альтернативу решению этому кейсу. Да, 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 я помню, что вы писали, но, может быть, я не прочитал выше. Так, сказать студенту, что такие жесткие изменения учат реальному отношению к жизни. Попросить студентов придумать другие варианты. Если проект студента лучше, то обосновать их. Так, отлично. Так, Михаил Алексеевич, вы с кем соглашаетесь конкретно? Наверное, с Ларисой Николаевной. Ну, да. Так вот, я бы хотел предложить еще одну альтернативу. Да, 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 с Ларисой Николаевной. Еще одну альтернативу заключается в том, чтобы в этой ситуации уже намек на эту альтернативу. Он прозвучал, и его нам дала, по-моему, Елена Александровна, которая сказала, что это должно быть научной работой. Я считаю, что давайте попробуем в этой ситуации представить, как сменилась бы парадигма. Данный конфликт мы рассматриваем в парадигме ученик-студент-преподаватель. Если мы будем его рассматривать в парадигме проектной, то мы должны тогда его рассматривать как парадигму студент-заинтересованное лицо. И суть вот в чем. Когда мы с вами рассказываем про проектное мышление, то мы с вами говорим, что в проекте есть основные роли. Есть куратор, который называется спонсор или инициатор проекта, который обеспечивает проект ресурсами организационными, материальными и так далее. Есть руководитель или менеджер, то есть лицо ответственное за управление проектами, за соблюдение бюджета, за сроки и так далее. И вот эти отношения, которые возникают между ними, они как раз неравны отношениям учитель-ученик. И это самое сложное в том, чтобы введрить в образовательных проектах, потому что, когда разговариваешь с педагогами традиционными, особенно в школе, они как-то всегда понимают отношения с учеником в рамках вот этой вот дихотомии. То есть, либо он учитель-ученик. И поэтому перейти на другую систему отношений бывает сложно. И давайте сейчас, Юрий Николаевич, подготовил опрос. Мы сейчас как раз покажем этот опрос, вы ответите, и мы дальше продолжим обсуждение. Голосуем. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Стейкхолдер это заинтересованное лицо, по-русски если сказать. Просто было долго писать, я воспользовался иностранным термином. Стейкхолдер заинтересованное лицо. Продолжение следует... Почти половина присутствующих проголосовала. Вторая половина или не понимает вопрос или думает. Или стесняется сказать, что вопрос непонятен. О каких парадигмах... О каких парадигмах... Парадигма студент-преподаватель... Мы с нее и начали. Когда студент пришел с нестандартным заданием и оказалось, что он по тем или иным причинам не вкладывается в учебный процесс. Теперь если попробовать подойти к этому с проектной точки зрения, то преподаватель, вот говорит Ирина Николаевна, преподаватель не имеет права выйти из своей роли себе дороже. Ну, это спорный вопрос. Спорный вопрос насчет себе дороже. По крайней мере, с моей точки зрения. Так вот, а преподаватель, руководитель стейкхолдер, это значит, что студент рассматривается как руководитель проекта. А проект, преподаватель становится куратором этого проекта, который здесь может быть даже не совсем точно написано, что стейкхолдер. Одно является куратором этого проекта, и задача куратора поддержать проект и обеспечить его ресурсами. Что значит неоправданно сужать педагогические инструментарии? Ну, мы здесь все-таки рассматриваем... Я не сказал бы, что мы сужаем педагогические инструментарии, потому что метод проектов, он тоже широко используется в педагогике. И давно, и общепризнанная ситуация, общепризнанная тема использования метода проектов в обучении. Другое дело, что, может быть, он немножко своеобразно в обучении понимается, что не используется. Вот я такого разделения ролей, как я здесь сказал. Но, тем не менее, метод проектов тоже используется, и я не очень понимаю, чем мы сужаем этот подход педагогический. Ну, давайте уже, наверное, можно заканчивать опрос. Мы видим почти в три раза преобладание второй точки зрения. Да, все говорят, что преподаватель должен как раз посмотреть на это взаимоотношение по-другому. Он должен посмотреть на это как на взаимоотношение руководителя проекта и куратора. И задача куратора как раз поддержать проект и обеспечить его всеми необходимыми ресурсами. И тогда получается, что в рамках вот такого способа преподаватель должен был бы, по идее, выделить эту ситуацию в отдельный проект. И потом этот, то есть он не должен был гасить интерес студента. Вот ни в коем случае не должен был гасить интерес студента. Он должен был его аккуратно перевести в другую форму. И в этой другой форме перевести это, скажем, в какой-то индивидуальный проект. Сказать, что этот проект можно проработать. Сказать, что его можно представить на конкурс. Сказать, что его можно перевести в статус научной работы. Или еще найти какую-то такую подобную форму для того, чтобы вот этот интерес студента, этот импульс не пропадал. Так, тут говорится следующий вопрос. Стейкхолдер – это бизнес, а проект учебный – это обучение. Вопрос интеграции бизнеса и обучения. Ну, вопрос интеграции бизнеса и обучения вот как раз Юрий Николаевич задавал. Как раз эту тему. Он говорил, что классика подхода проектного заключается в том, что клиент всегда прав. И что мы должны ориентироваться на его требования. А учебный проект – да, учебный проект – это про хвостово ложе. Это такие жесткие рамки, которые студента вставляют. И он должен в соответствии с этими рамками что-то свое сделать. Так, вот такой интересный вопрос. Зачем обгородить огород, когда ты просто неправ? И самое простое – признать это. А это чья у вас точка зрения? Преподаватель или студент? Препод. Ну, как это сказать? Если в бизнесе клиент всегда прав, то в учебе преподаватель всегда прав. То есть, на самом деле, я как раз бы с уважением отнесся, если бы какой-то преподаватель так сказал. Но этот преподаватель требует определенного мужества. И я думаю, что далеко не все способны в силу своих душевных качеств просто сказать, извини, там я был, пойти к студенту и сказать, извини, я был неправ. Для преподавателя это непросто. Бывает, что... Вопрос Елены Викторовны. Бывает, что студент горит идеей, пока идет и писательная часть. Но когда доходит дело до реализации, он не знает, как сделать, и идет к преподавателю, помогите. И преподавателю надо тратить очень много времени. Ну да, конечно, конечно, очень много времени надо, для того, чтобы перевести это в статус проекта, для того, чтобы он продолжил это все как исследовательский проект, преподавателю надо потратить определенное время. Но преподаватель с этого получает и определенные плюшки, про которые мы когда-то говорили в ранних презентациях. Они заключаются в том, что, во-первых, он может представить эту работу на конкурс, получить за это какие-то грамоты, регалии. Вот все это попадает в кафедральный отчет. Он становится на хорошем счету на кафедре. То есть, в принципе, преподаватель может получить с этого определенную выгоду. То есть, это не значит, что это чисто затраты преподавательские. Это, опять же, навыки проектного мышления. Когда мы создаем такой проект, мы должны видеть, во что он выльется в конечном счете. А в конечном счете он как раз должен вылиться в какую-то конкурсную работу, за которую преподаватель получит определенное признание, определенные награды и улучшит свой статус. Вот это оптимальное развитие. Признание неправоты – это не мужество, а банальная экономия ресурса. Ну, конечно, это хорошая точка зрения. Филогенез еще никто не отменял. Да, не отменял. А как еще заставить преподавателя развиваться? Ну, заставить преподавателя развиваться – это достаточно сложная проблема. Вот Юрий Николаевич, как завкафедра, он, наверное, даже с ней больше знаком, чем я. Но давайте теперь перейдем к следующему вопросу, который мы должны обсудить. Смысл вот какой. Мы с вами договорились, что оптимальным вариантом было бы ни в коем случае этот интерес студента не угасать, а перевести в проектную плоскость. И для того, чтобы его перевести... Как говорил апостол Павел, у него есть замечательное изречение – духа не угасайте. Вот не надо угасать дух творчества. Теперь я хотел бы спросить, по-вашему, какую компетенцию не проявил студент в этой ситуации. Но для этого мы сначала... Юрий Николаевич, сначала уберите опрос, я про компетенции покажу, расшифровку. Значит, те компетенции, которые я использую, та система компетенций, которую я использую в нашем случае, она включает в себя пять штук. Они были выработаны путем практической работы, путем практических обсуждений. Первое называется воздействие и оказание влияния, в скобках, путем установления доверия. То есть руководитель думает, таким образом, всегда ему установить доверие с людьми. Для этого он использует методы прямого убеждения или рассчитывает воздействие своих слов на людей. Следующая компетенция – это ориентация на достижения. Это включает, во-первых, перевод результатов в измеримую форму, ориентация на поиск более быстрых и эффективных способов решения проблемы, стремление к постановке конкретных трудных целей. Это очень важный момент в этой компетенции. Следующая компетенция – командная работа и сотрудничество. Это доверие, признание, поощрение, одобрение группы, работа над повышением морального духа, разрешение конфликтов. Следующая компетенция – это аналитическое мышление. То есть он должен видеть предпосылки или последствия развития ситуации, заблаговременно должен думать об этапах процесса, анализировать, что нужно для выполнения задания или поставленной цели. И последняя компетенция – одна из основных. Чаще всего превышение требований текущей ситуации. То есть эта компетенция называется инициатива и включает в себя повышение требований к текущей ситуации, требований не упускать возможности, когда она появляется, быстро и эффективно решать критические ситуации и разрешать границы формального авторитета. И вот теперь, когда мы с вами посмотрим с точки зрения руководителя, я хотел бы как раз, чтобы Юрий Николаевич показал опрос, который мы подготовили. Каких компетенций вы считаете не хватило в данном случае студенту? Сейчас те, кто играет за студентов, или те, кто безразличен, я попрошу проголосовать и ответить на вопрос, чего не хватило студенту. Так. Можно ли узнать, как вы измеряете, например, ориентацию на достижение, когда она есть, а когда ее нет? Да, вкратце это было в определении компетенции. Там есть такие качества, как стремление сделать измеримые показатели для оценки эффективности работы, стремление ставить трудные цели. И поэтому, в принципе, по таким признакам можно судить о том, что ориентация на достижение более сильно развита или менее сильно. Там для каждого признака в дальнейшем есть уже шкала, шкала вот таких вот качественных индикаторов, на основании которых можно судить о том, насколько хорошо развита эта компетенция. Но просто это было бы очень долго приводить такие большие таблицы в краткой презентации. Студентка смирилась, не стала ничего доказывать. Ну, да, в конечном счете она смирилась, но тем не менее она затаила обиду. Понимаете? И эта обида вот у нее дошла до четвертого курса. То есть ситуация запомнилась настолько, что вот эта обида у нее до четвертого курса осталась. Александр Николаевич, пока вот коллеги отвечают, я хочу уточнить Ваш ответ Виктории Викторовны. Это очень острый вопрос. Мы, помнится, спорили с коллегами, Вы знаете, как измерять компетенции. Вот прошу подтвердить и четко ответить на этот момент. Компетенция, ориентация на. У Вас подтверждается совокупностью действий, подтвержденных в Вашем курсе, таких как ответы на определенные задания в тесте, логика рассуждения в эссе, реакция и логика поведения в ходе очных семинарских занятий студента, взаимодействие в форуме или в общении со студентами в ходе разработки кейсов. Вот я перечислил ту цепочку, которая подтверждает наличие этой компетенции. Есть она или нет? Там, 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 по разным видам учебной активности. Правильно Вас понял, что Вы так измеряете компетенцию? Правильно, но я еще могу только уточнить. Значит, есть два аспекта. Есть аспект клиентический, который формулируется в определении. А есть аспект, как перенести это на реальную систему дистанционного обучения. Не важно, где это. Модл, не модл, в онлайн, оффлайн. Сама логика. Я правильно Вашу логику? Да, да. Это классически. Правильное измерение компетенции. Она мобилизуется постепенно по кирпичикам в ходе разных учебных активностей. Вот за это я уважаю Александра Николаевича. Он увидит, видит то, что не видит даже наш Минобор или Рособорнадзор. Как измерить задекларированную компетенцию? Мы все ее декларируем, а вот измерить ее, каждую в отдельности, это классно, это умеет Александр Николаевич. Да, это он делает мудл, но это уже инструмент. А вот логика у него замечательная. Это на вопрос коллеги. Спасибо. Теперь смотрите, мы возвращаемся и считаем, что студенту большинство из опрошенных решило, что студенту не хватило последовательности и настойчивости в достижении своей цели, которая выражается в виде этой компетенции, которая называется ориентация на достижение. А остальное уже значительно отстают от этого результата. Поэтому давайте ваше мнение запомним. Теперь я попрошу преподавателей проголосовать в этом же вопросе, чего не хватило преподавателю с точки зрения вот этих компетенций. А, так у нас сейчас ответы перемешаются. Ну, 10% мы запомнили, что сказали, что студенту не хватило ориентации на достижение. Ответы сейчас остаются со студентом. Да, это надо было 3 отдельных. Но можно и так посмотреть. Можно и так. Насколько пойдет изменение частотности в процентах. Давайте теперь, да, преподаватели, тоже включитесь в голосование. Ну, они мыслят одинаково, смотрим. Процентная картинка не меняется. Ну, или преподаватели у нас что-то не включились так сразу. Наверное, не все уловили, для кого был. Да, наверное, смешанным образом проголосовали. Ну, хорошо. Давайте теперь подведем итог этому кейсу. Итог, наверное, будет заключаться в том, что мы с вами рассмотрели такую проблему. Проблема оказалась нестандартной. Причем проблему эту инициировал сам преподаватель, когда попросил студента, чтобы они составили портрет преподавателя. И студент привел реального заказчика, который попытался сформулировать его требования, которые не состояли, не включились в общую ситуацию. Цель работы с этим кейсом состояла в том, чтобы мы с вами рассмотрели его с точки зрения проектного подхода. И мы с вами, вы помните, когда вы говорили, что есть разные варианты, как вести себя преподавателю. Говорили, что есть разные альтернативы. И потом, понимаете, еще не всегда в классическом кейсе бывает цель. И не всегда в классическом кейсе бывают однозначные решения. То есть я не очень люблю наши многие пособия, где приводится какая-то ситуация и дается задание. Это не соответствует классическому кейсу, потому что в классическом кейсе рассуждения многовариантные. И там, как может быть, не быть какой-то конкретно поставленной задачи. Но это так, какое отступление. А в данном случае цель состояла в том, чтобы рассмотреть эту ситуацию с проектной точки зрения. С проектной точки зрения для того, чтобы эту ситуацию рассмотреть, мы с вами договорились о следующем. Что надо перейти в новую парадигму проектную. То есть преподавателю рассматривать себя не как преподавателя, скорее, а как куратора этого проекта. Перевести эту ситуацию в отдельный проект. Сделать так, чтобы студент почувствовал себя ответственным и почувствовал себя руководителем проекта. И довести ситуацию до такого состояния, чтобы с одной стороны не угощать интереса студента, а с другой стороны с тем, чтобы получить себе тоже какие-то плюсы от этого проекта в виде участия в творческих работах, получения каких-то наград, грамот и так далее. Что ему позволило бы приобрести какой-то авторитет в глазах своих коллег и в глазах своего заведующего кафедрой. Вот если я так правильно понимаю, если все согласны, что у нас обсуждение шло примерно... Александр Николаевич, вы этот предмет ведете с ними на каком курсе? Я этот предмет... У вас есть похожий предмет. А, на четвертом курсе, да. Вы выяснили только на курсе, на четвертом курсе, верно? Ну вот вы доказали, что если бы ваши студенты, четверокурсники, умели бы, обладали бы компетенцией ориентации на достижения на втором курсе, они бы нашли бы с этим преподавателем общий язык и компетентно задали бы ему вопрос, на каком основании заказчик должен менять свой заказ, коммерческий заказ, по требованию учебной программы Василия Ивановича Иванова, преподавателя кафедры проектирования. Я думаю, это яркий пример, когда студенты поняли роль проектного мышления как приоритетную. Вы согласны со мной? Да, безусловно, согласен. И вот еще вопрос был, что Наталья Викторовна, правильно ли я поняла, что цель кейса состояла в освоении специфики оценки при использовании проектного обучения. Тоже правильно? И тоже правильно вы говорите, что с первого курса можно начинать? Ольга Анатольевна реагирует. Судентка смирилась, у нее расстройство осталось, но она проявила смирение, у нее не оказалось воли ориентации на достижение. Очень хорошая точка зрения, которая подтверждает актуальность этого умения проектное мышление. Ну хорошо. Да, поэтому давайте спасибо за обсуждение, за итоги. У нас уже час прошел времени, а еще у нас второй кейс остался, поэтому давайте я вам сейчас зачитаю. Юрий Николаевич, уберите опрос, мы посмотрим еще один кейс, который называется, кейс называется «Коллективчик». Сейчас я его зачитаю. Номер 2, который вы давали, да? Номер 3. Нет, это номер 3. Тоже? Да. Для начала... Да, тоже, 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 тоже студентка пишет. Для начала расскажу об омраченном опыте. На втором курсе мне довелось стать участницей конкурса, проводимого при поддержке издательства «Токлин» в 2014 году. Тогда я училась на втором курсе. В рамках темы форума «Общественное пространство» была предложена территория разработки и выданы исходные материалы, определен срок готовности предложения 5 дней. По окончанию срока каждая из команд должна была провести презентацию своей концепции. Желающие произвольно разбились на несколько команд. В среднем число человек в каждой команде составило 7. Каждой команде был назначен тьютор, который представлял один из городов Иркутск, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Тьютором нашей команды был назначен человек с большим опытом в сфере градостроительства, представляющий город Екатеринбург. Изначально в нашу команду набралось 7 человек. Наш наставник сразу предупредил, что в силу некоторых непреодолимых обстоятельств не сможет удалять нам свое время постоянно на протяжении всего срока выполнения. Время консультации в кавычках было оговорено. Также у нас была возможность связаться с ним в любое время по телефону. Таковы наши условия. Однако такого способа общения с тьютором больше половины нашей группы не одобрило и поспешно ретировалось. Нас осталось трое, не считая наставника. Коллектив был сугубо женский. Одна из девушек держалась более независимо, если можно так выразиться. С самого начала встала в оппозицию к двум другим. Работу выполняла, не согласовываясь с другими, повергая коллег результатами в смятении и досаду. При этом даже тьютор не был для нее достаточным авторитетом. В нашем маленьком коллективе происходил полный хаос. В результате своего темперамента я не могла бы звать ее к здравому смыслу, призывала к согласованной работе в команде. Третья коллега ратовала за то же, однако предпочитала избегать открытого столкновения. Было сложно. Распри внутри коллектива невозможность наставника контролировать ход работы вели к тому, что мы рисковали не уложиться в срок. Дело пошло быстрее только в последние дни перед презентацией, когда риск провала был очень высок. Под влиянием стресса наша оппозиционерка стала куда более нацеленной на командную работу. По итогу мы все остались неудовлетворены качеством работы. Вывод. Количество человек в команде равное трём, при том, что один из них стоит в оппозиции и не настроен на командную работу и на результат, а настроен на удовлетворение амбиций – плохая практика. Команда, подобранная рандомно, сомнительное предприятие. Ведь кадры решают всё. Я получил эмоциональную и умственную встряску, была возможность пронаблюдать процессы в коллективах в своём и в соседнем, распределение ролей, решение конфликтов, компромиссы и отстаивание идей на благо результата. Посмотрела, как по-разному ведут себя тьютеры, наставники и негласные лидеры. Познакомилась с новыми людьми и идеями, получила некоторый профессиональный опыт. Вот такой вот у нас получился случай или конкретная ситуация. Теперь давайте для того, чтобы нам понять, что произошло у них в коллективе, прежде всего постараемся реконструировать точку зрения остальных участников этого конфликта. и постараемся реконструировать точку зрения той коллеги, которая выделялась своим поведением, своей самостоятельностью, которая самостоятельно принимала решения и которая внесла вот такую смуту. Она была одним из авторов этой смуты. Каковы могли быть ее мотивы поведения? Я сейчас попробую вам обозначить мотивы этого поведения и точно так же вы либо соглашаетесь с ними, либо с ними не соглашаетесь, и тогда голосуете или высказываете свое мнение. Я думаю, что из слов, исходя из того, что, как пишет студентка, даже тьютер не был для нее достаточным авторитетом, это означает, что, скорее всего, она человек очень самостоятельный в мышлении и человек, который решил, что остальная команда более вялая, более такая, не из тех, кто изобретет какой-то порох. И поэтому это ее поведение было, по сути дела, попыткой взять на себя какую-то ситуацию лидерства. Она почувствовала такую определенную ответственность, чтобы проект этот не провалился, не завалился, и решила вот таким образом его спасать, взять ситуацию в свои руки и попытаться проявить лидерские качества. Но они проявились в нее не тем образом, на который она рассчитывала. То есть, она не обладала достаточно большим авторитетом для того, чтобы остальные участники этого конфликта признали ее авторитетом. Вот я предлагаю вот такую вот трактовку и прошу вас сказать по ней свое мнение, кто с ней согласен, а кто нет. А как сообщить ответ? Плюсиком, кто согласен, кто нет. Вот Татьяна Витальевна сказала, что нет. Так, чистой воды альбиции слышно ответ. Ну, я согласен, что это амбиции, но так, большинство не согласны с моей точкой зрения. Хорошо, раз вы не согласны, тогда давайте излагайте свою. То есть, письмо надо сообщить причину провала, да? Да. Причину ее поведения. Не причину провала, а причину поведения вот этой участницы. Такая трактовка возможна, но это не оправдывает ее поведение. Ну, безусловно, что не оправдывает. Но для того, чтобы надо, ведь задача какая? Нам надо попытаться сформулировать проблему и конструктивно решить эту ситуацию. И мы конструктивно решить эту ситуацию не сможем до тех пор, пока не поймем мотивы поведения участников этой ситуации. Как только мы с вами поймем мотивы поведения каждого человека в этой ситуации, тогда мы сможем какие-то конструктивные выводы предложить. Так, невыполнены азы командной работы. Так, а студентов с ними не познакомили? Вполне возможно. Вполне возможно. Ну, на самом деле, они невыполнены. И вполне возможно, что не познакомили. Но это, тем не менее, не отвечает на вопрос, что нам делать. Как нам за эту ситуацию конструктивно разрешить? Некомандный игрок. Может, она не обучена работать в коллективе? Тоже может быть. Она лидер, говоря по футбольному на поле. Однако, как сильная индивидуальность, не лидер в раздевалке. То есть, не вписывается в командную работу. Руководить группой не может. Яркие личности всегда непростые. Иногда очень. Ну, из кейса не следует, во-первых, что она все-таки была яркой личностью. То есть, если бы она была яркой личностью, то остальные бы одобряли, наверное, ее предложения. А поскольку ее предложения не одобрялись остальными студентами, то, скорее всего, она не была яркой личностью. Если бы она была лидером, то она бы вывела всех и зарядила всех своими знаниями. Согласен. Индивидуальный игрок. Тоже согласен. Неспособность играть по правилам. Согласен. Студентка хотела вдвойне выглядеть лучше перед преподавателем, а не перед своим коллективом по проекту студента. Как раз Ирина Ивановна говорит, что раз все вялое, то решает личные цели, проявить себя. А в команде работать не обязательно. Однако я думаю, что она в рандомной команде стремилась... Однако я не думаю, Галина Александровна пишет, что она в рандомной команде стремилась к лидерству. Понимаете, что я вам хочу сказать, коллеги? Вы правильно пишете, что да, у них не получилось, команда не были обучены навыкам проектной работы и так далее. Это все правильно, но это нас не приближает к пониманию того, что делать в этом случае. Какой из этого выход? Какой выход из этой ситуации? Какой выход из этого кейса? В этой ситуации не проявил себя фьютор. Да, я согласен, но он с самого начала сказал, что у него нет времени на это полноценно. Из практики часто бывает, что кому-то приходится брать инициативу и вытягивать работу. Да, тоже бывает. Но еще раз говорю, что наша задача с вами провести такой анализ и сформулировать противоречие командное таким образом, чтобы можно было предложить конструктивный выход из ситуации. И не понять, что надо было сделать. Если мы говорим, что мы сейчас, что студентов не познакомили с азами командной работы, ну, что им мешало, например, самостоятельно познакомиться? Взять какую-нибудь книжку по проектному менеджменту или там по командообразованию. Полно сейчас всяких курсов по кимбилдингу и прочему. Надежда Владимировна говорит, что из кейса нет выхода. Это уже дело прошлое, уроки на будущее есть. Надо как следует формировать команды. Надо как следует формировать команды. Но, как вы знаете, все воркшопы, они как раз проходят по такому принципу, что команда не формируется. Они берут и формируют команду рандомно. И это тоже принцип формирования, которого придерживается множество различных воркшопов. Перед постановкой задачи необходимо было поставить одно условие. Все участники команды должны внести примерно одинаковый вклад. Необходимо было объяснить, что оценка будет формироваться, исходя из этого. Ну, вы знаете, это тоже спорный вопрос. Потому что у меня была такая практика, когда мои студенты ездили в Иркутск на воркшоп, который проходил с участием иностранцев. И вот в один год поехали три команды. Значит, в первой команде, где была Елена, у них там сразу очень выделился Паскаль, француз, который великолепно рисовал, он стал лидером. Все вокруг него как-то сорганизовались. И у них команда заняла первое место. В следующей команде был Федор. У них команда раскололась на двух человек. Федор и еще один студент из Франции. Они стали проявлять креативность. Причем такую вообще бешеную какую-то. Спали прямо в мастерской. Там наутро приносили свои результаты. Остальная группа их отвергала. И они заняли третье место. Причем банально, потому что приходилось много переделывать. Первая команда, где не приходилось много переделывать, та заняла первое место. И в последней команде был Дима. Дима к тому времени поработал проектировщиком. И считал, что он уже эксперт во всех ситуациях. И у него случился такой любопытный конфликт с девушкой из Германии. У них была тема, как оборудовать улицу. И девушка из Германии предложила сделать лыжню по обочинам. Она сказала, что у вас в России холодно, снег. Значит, давайте сделаем по обочине дороги лыжню, чтобы люди могли бегать с работы на работу. На лыжах. И вот Дима никак ей не мог объяснить, почему эта идея не сработает. И у них в результате создался конфликт. То есть правила команды образования не нужны. Но ситуация действительно в прошлом. И поэтому, чтобы посмотреть на эту ситуацию другими глазами, мы с вами провели реконструкцию небольшую. В учебной группе всегда есть откровенные лодыри, и никто их не хочет брать. Так как это балласт, навязывать лодыри тоже не выход. Я для себя не нашла решения этой проблемы. Требуется вытягивать работу без удовлетворения амбиций псевдолидера. Спасибо команде за умение и вдохновение. Илья Николаевич, давайте поставим вопрос опять про компетенции. Или он у нас опять смешается? Не, не, не. Вот каких компетенций не хватило студентке? Тут не удастся переголосовать. Да. Ну попробуйте, попробуйте ответить на этот вопрос. Про какую студентку идет речь? Про первую, которая автор кейса. Ну ладно, раз у нас такая ситуация неудачная, тогда давайте уберем этот вопрос. Я зачитаю третий кейс. Я могу этот вопрос сделать быстренько по новой. Это потребуется 2-3 минуты. Поехали. Спасибо. 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 Продолжение следует... Александр Николаевич, мне еще пару... Ну что, долго этот опрос будет делаться? Еще пару, еще минуточку. Меня слышно? Алло, Юрий Николаевич? Да. У меня звук пропал. Минутку. Я вас слышу хорошо. Вот я запустил этот опрос. Видно? Алло! Наушники оденьте, Александр Николаевич. Так, Александр Николаевич... Алло, меня слышно? Да, 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 да. Я вас не слышу, Юрий Николаевич. Слышно? Наушники оденьте. Может, был наушник... Так, ну пока отвечайте на вопросы, коллеги. Это по вот этому кейсу... Татлин. Какая необходима компетенция для этой девочки? Вот так вот отвлекать человека от вебинара. Звоню по скайпу. Это бывает. Звоню по скайпу. Все, я включился. Слышно меня? Слышно? Ага, ну уже... Технические какие-то проблемы обнаружились. Ну, наушники одевать надо. А, ну бывает. Ладно. Так, значит, основная компетенция... Команда, работа и сотрудничество. Ну, в принципе, да. Наверное, с этим можно согласиться. Не умение, не умение работать в команде, оно явилось основной причиной коллизии, которая произошла в данном кейсе. Пожалуй, что да, с этим можно согласиться. И нужно согласиться с тем, что для того, чтобы проектное мышление... Как раз для этих случаях необходимо проектное мышление, потому что проект это всегда сугубо командная работа. И она как раз требует навыков командообразования. Всегда любой проект создается в команде. И человек, который занимается управлением проектами, работает с этой темой, он всегда так или иначе получает навыки командной работы и сотрудничества. И я с этим соглашусь. Теперь давайте закроем этот вопрос и прочитаем последний кейс. Это какой, про что? Это кейс, который был посвящен, это уже не бакалавра, это кейс магистра, то есть это более взрослого человека, и он отвечает на вопросы. Кейс называется «Дизайн проекта квартиры». В чем заключалась цель и задача проекта? Цель была создать дизайн проекта. Задача создать уютное пространство с учетом пожеланий и бюджета заказчика. Каковы были основные заинтересованные стороны? Заказчики – проектная группа. Что вы как руководитель проекта думали, чувствовали, какова была мотивация? Было необходимо... Сейчас переключим на презентацию. Это я вам покажу просто несколько слайдов потом. Что вы думали как руководитель проекта, какова была мотивация? Было необходимо выложиться во временные рамки, не было четко сформулированного технического задания. Работа двигалась не так быстро, как могла, потому что заказчики безответственно подходили к делу. Приходилось решать некоторые вопросы на ходу. Много раз желания менялись, к дизайнерам не прислушивались. Было трудно донести мысли с самого начала, по ходу работы оказалось, что мы были правы. Пришлось быстро переделывать некоторые вопросы. Что вы сказали и сделали на самом деле? Скрипя зубами, делали проект, пытались договориться, убеждали наглядно, на месте, показывали, что будет с углеткой и артистическими способностями изображая мебель. Какой был результат, что получилось? Проект в стадии завершения. Половину решили пока не строить и сделают позже. Вот такая вот коллизия проекта. Ну коллизия проекта здесь заключается в чем? Коллизия проекта заключается в поведении заказчика. То есть заказчик ведет себя не так, как мы с вами ожидаем. Как мы поступаем обычно в этом случае? Это совершенно жизненная ситуация, когда мы приходим с предложением к заказчику. Заказчик что-то хочет сделать вообще по-другому. Все это видеть не так. И нам не хватает сил или ресурсов для того, чтобы заказчика убедить. Вот основная коллизия проекта. Как вы думаете, что можно в этой ситуации сделать? Опять же с точки зрения проекта, с точки зрения того, какая компетенция необходима для того, чтобы каким-то образом этот конфликт разрулить и каким-то образом довести проект до его завершения. Это надо письменно писать? Да, тут у нас с опросами ситуация не очень хорошо получилась, поэтому лучше письменно. Почему? Я создал новый. А, ботер, я не качал. Но на него уже до... А, сейчас я его открою. Что делать в этом случае? Какая компетенция должна... Вот это? Да. Какая компетенция должна... Вот это? Да, 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 да. Это было по предыдущему кейсу оставить. Оставить. Оставить, да. Пока выходили... Да, да, да. Пока выходили, этот опрос работал. Ага. Ну, отлично. Ну, тут видно, что командная работа и сотрудничество. Это по предыдущему результаты. А теперь... Вот такой же хотите? Да, поэтому сделать. Ну, если мы не успеем, то можно просто... У нас время заканчивается, отведенное под вебинар, поэтому просто можете написать. Ну, я тогда открою, наверное, для облегчения ответов. Вот такие были компетенции. Ага. Нужно такие же выбирать компетенции? Да, да, да. Да, да, да. Или свои тоже можно прописывать? Ну, своим текстом. А, написать свои варианты компетенции для данного агента. Да. Вот воздействие, Елена Николаевна пишет, что это воздействие и влияние. Я, пожалуй, с этим согласусь. Компетенция, воздействие и влияние включает умение убеждать заказчика. Надежда Петровна говорит, заказчик не может сформулировать свое требование, обычно проектировщик должен быть готов работать поэтапно. В чем обида? Но обида заключается в том, что даже поэтапно не удалось. То есть они пытались убеждать, даже изображая себя в квартире. То есть, понимаете, проектировщик все-таки человек определенным образом обученный. У него есть определенные навыки. И когда он принимает какое-то решение, то он принимает его на основании своих навыков, своих знаний. И не очень любит, когда с ним общаются, как с непрофессионалом. Когда его тыкают, так сказать, мордой во что-то. У него есть какое-то свое определенное внутреннее достоинство. И он не очень хорошо реагирует, когда считает, что к его мнению не прислушиваются. Заказчик не знает, что хочет и полностью положился на проектную группу. Как раз я тут не соглашусь. Он не полностью положился на проектную группу. Он как раз знает, чего хочет. Но он начинает менять свои требования. Это очень типовая ситуация в жизни. Очень типовая ситуация в проектном управлении, когда начинаются меняться требования. И это самая сложная ситуация для руководителя проекта. Умение грамотно работать с требованиями, которые предъявляет заказчик. Умение выявлять неявные подразумеваемые требования, которые он предлагает. И это очень большое искусство руководителя проекта выявлять вот такие требования. Александр Николаевич, на 5% громкость уменьшите. Трещит голос. Чуть-чуть. Вот так лучше? Да, отлично. Поэтому это одно из... Можно даже как-то сделать специальный вебинар или специальный курс на тему управления проектами, потому что это очень сложная ситуация, когда у заказчика есть неявные требования. Вот, например, он хочет... Еще потише, опять трещит. Чуть, на 10% потише. Вот так. Треск. Ну, вот. Когда заказчик, например, заказывает вам сайт, то он не говорит, что он должен одинаково смотреться и на мобильном устройстве. Может быть, он даже сам впервые узнает, что сайт можно просматривать с мобильного устройства. Но когда он об этом узнает, он, естественно, начинает требовать, чтобы так было. Поэтому это сложное такое искусство у руководителя проекта управления требованием. И далеко не всякий руководитель владеет. Ну, в первую очередь, я согласен, что здесь не хватило компетенции, которая называется умение убеждать, воздействие и влияние, которое подразумевает, что необходимо убеждать заказчика. На этом мы с вами, в общем, по большому счету разобрали все кейсы. У нас с вами уже кончилось время, которое было отведено под вебинар. Поэтому я еще раз... Ну, Михаил Александрович, надо было взять ТЗ у заказчика в письменном виде. Мы все это знаем. Но часто такое, к сожалению, не получается в реальной жизни. Вот, но сейчас у нас... Да, Юрий Николаевич. Вы что-то хотели сказать? Да, 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 извините. Когда мы готовили вебинар, мы договаривались, что к нам придут не только проектировщики квартир, территории, ландшафтные и прочие дизайнеры. К нам придут культурологи, учителя истории, библиотекари. И мы говорили, что у нас для них будет ответ о полезности проектного мышления. Мы говорили, что даже домохозяйка, даже водитель, простой человек, и студент, и пенсионер должен обладать. И министр тоже. Вот прокомментируйте, так ли это? Или мы будем говорить только про дизайнеров, про строителей, архитекторов? Про дизайнеров и про строителей я считаю, что тут не было большой специфики, связанной с дизайнерами и строителями. Тут как раз я выбрал такие ситуации типовые, которые могут в абсолютно любом проекте встретиться, независимо от того, дизайнер там или не дизайнер. И я уже говорил в качестве примера, что студентка моя на этом курсе, которая обучалась в школу проектного мышления, там требуется привести примеры одного удачного и неудачного проекта. И в качестве удачного проекта она привела время, которое она сидела со своими племянниками и воспитывала их. Поэтому оказалось, что это полезно даже простой домохозяйке. Не просто какому-то проектировку или кому-то, а в общем, это действительно актуально для всех. И поэтому сейчас в завершении вебинара я еще раз хочу сказать, что стартует группа с 1 февраля на курсе «Школа проектного мышления». Этот курс как раз ориентирован на выработку навыков проектного мышления. На первом слайде давайте покажем координаты. Срок обучения там 8 недель. Выдается сертификат. С 1 февраля производится запись. Вот ссылка для записи на курс. Всем хочу сказать огромное спасибо, что потратили свое время, пришли на этот вебинар, послушали все это. И я буду очень рад вас видеть, если вы запишетесь на курс, и мы продолжим совместную деятельность, совместный труд по управлению проектом. Спасибо. Ответили на вопрос замечательно. Но, оказывается, коллеги уже поняли, что проектное мышление нужно всем. И ваши проектные, точнее, истории о проектном мышлении четко показали важность. Спасибо, друзья, за участие. Галина Александровна и всем, кто к нам пришел. Инна Ивановна. Если у вас еще остались вопросы, как это будет проходить обучение, пожалуйста, пишите. Если нет, пожалуйста, приходите. Если кому нужен сертификат с консультацией, пожалуйста, обращайтесь. Компания Директ Медиа завершает этот вебинар. Благодарит всех. Благодарит Александра Николаевича. И все-таки, Александр Николаевич, ваши выводы. Вот вы несколько кейсов с коллегами порешали. Где-то мнения совпадали полностью, где-то не совпадали тоже полностью. Ваше мнение и ваши пожелания на пространство. Ну, когда мнения не совпадали, то это хорошо. Потому что это создает разнообразие и показывает, что идет обсуждение вживую. Не по одной струне какой-то. А идет действительно живое обсуждение, живой диалог. Есть разные мнения. Поэтому это хорошо. Второе, что надо сказать, что проектное мышление, и сама тема проектов в педагогике, она достаточно давно известна. И сейчас переходит образование, все переходит на систему проектного обучения, на индивидуальные проекты. Поэтому, конечно, умение выступать в роли руководителя проекта или в роли куратора проекта, оно часто необходимо и полезно во многих случаях. И да, еще хочу сказать, что этот вебинар я объявлял в самом начале, что он является экспериментальным. В том плане, что я его построил по принципу классических кейсов. И, в общем-то, мои ожидания тоже здесь оправдались. Поэтому вам всем огромное спасибо, что поучаствовали еще и в этом эксперименте. Ссылка на запись вебинара придет всем участникам по почте. Не волнуйтесь. Спасибо, дорогие друзья. Компания Директ Медиа прощается. Александр Николаевич, до свидания. Приходите к нам еще. Если кто хочет стать нашим автором, вот так поделиться, как Александр Николаевич Гущин, пожалуйста, мы готовы рассмотреть такую возможность, подготовить новый образовательный проект, серию вебинаров на базе нашей Директ Академии. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok